Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. 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 Царь Израалев. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня 5 апреля, воскресенье. Мы с вами читаем Евангелие Теоанна, главу 12, с 1 по 18 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из Иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Осана, благословен грядущего имя Господне, царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь сионова, сед царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Такие евангельские строки мы в сегодняшний день вербного воскресения в Хода Господня в Иерусалим прочли. Господь Вифаний находится опять в доме Марфы, Марии. Здесь, как Иоанн подчеркивает, там и Лазарь как раз умерший жил, который он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечер, то есть ему, ученикам его приготовили такой вот праздничный ужин. Ну, праздничный в плане том, что, видимо, из такой благодарности ему и Марфе, и Марии, и Лазаре, насколько благодарен. Действительно, ведь событие чрезвычайное произошло, воскресение из мертвых. Причем, как вот дальше мы сами видим, многие-многие иудеи из Иерусалима пришли в Ифанию, чтобы на Лазаря просто посмотреть, на Иисуса посмотреть. И ведь многие и ради Лазарева Христа уверовали. Уверовали, поверили тому, что это не самозванец, что это там не какой-то дебошир, не какой-то возмутитель общественного порядка, как его пытались показать им, да, его враги. Такие, как книжники, вот эти, в кавычках, богословы, представители фарисеев, князья иудейские. Все Христа хулили, чернили, а тут вот встретили, тем более такое вот событие. И многие стали задумываться, что ведь не так он плох. Ведь смотрите, воскрешение пришло, Лазарь четверодневный. Но кому, кроме Бога, такое под силу? Да даже если вот Иисус не Бог, но они не могли, конечно, вот это тогда понять, что он есть Бог, но, по крайней мере, они видят, что он точно Божью волю не нарушает, он точно закон не нарушает, он не враг нашему народу. Он в истине находится, раз вот так вот такие вот чудеса происходят. И вот в этой вечере Мария, взяв фунт народного чисто драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благуханием от мира. Ну, здесь мы, конечно, можем с вами вновь предположить, что семья была такая вот не из бедных, видимо, довольно стоятельная, возможно, даже знатная какая-то семья. Еще от того, что многие их знали, тогда пришли многие им посочувствовать, когда брат умер. Вот Мария из любви своей к учителю своему, из такой благодарности, взливает мир на ноги его. И что тогда происходит? Один из учеников его, Иуда Симонов из Кориотски, вновь возмущен. Ведь ситуация-то не первая, такое уже было однажды в доме Симона, фарисея. Тогда ученики роптали, Господь тогда же все объяснил им. Но вот здесь мы видим, что Иуда не успокаивается. Для его серебролюбивого сердца очень тяжело воспринимать, что выгода как-то уходит буквально сквозь пальцы. А в чем выгода? Потому что ведь, как он здесь предполагает, давайте вот на Блатомира собрать, продать. Вот 300 динариев – это огромные деньги. Динарий – это была дневная оплата работника. Вот человек день работает, вот динарий платили. То есть 300 динариев – это почти годовая зарплата. Вот обычно у кого-то, причем человека, у кого-то чернорабочего, это специалиста, кто может работу делать сам, от начала до конца. Годовая зарплата. Если вот это продать, то Иуда, он, видите, чем занимался, он тот ящик с этими деньгами, которые жертвовали апостолом за их проповедь, он носил. И потихонечку воровал оттуда. Может возникнет вопрос, почему Господь, будучи сердцеведцем, Иуде попускал вот эти деньги воровать? Вот есть такое объяснение, что для Иуда это было меньшее зло. Господь видел его болезнь и понимал, что Иуда сам добровольно не желает этой болезни исцелиться, страдает желанием обогащения. Так уж лучше пусть ты вот эти деньги выроешь, чем ты потом меня продашь. Ну, вот, видите, тем не менее, Иуда на большее зло решился. Вот грех, он никогда не имеет какого-то логичного завершения в человеке. Потому что грех, он всегда пытается претендовать на дух человеческий. А дух человека способен к бесконечному познанию. Так вот человек грех может стараться бесконечно познавать, развивая в себе вот эти страсти. Слава Богу, что смертные мы, потому что иначе бы и страсти у нас были бы бесконечные, если бы мы не умирали. В общем, Иуда возмущен. Но возмущен не потому, что нищих любил, а потому что вором был. Иисус же сказал, оставьте ее, оставьте Марию. Она сберегла это на день погребения моего. Она меня готовит к погребению. Здесь он напоминает им, что ученики мои дорогие, ведь я же вам все сказал, что будет. Что вообще меня убьют. Я воскресну в третий день. Не забывайте вот этого. А дальше, говорит, нищих всегда имейте с собой, мне не всегда. Бывает, люди, читая Евангелие, начинают несколько здесь смущаться. Говорят, что будто бы Господь здесь вот говорит, что вот мне надо внимание направлять, а ближних может не заботиться. Вроде чего там о нищих заботится, чего там кого-то кормить, поедить. Почему многие люди говорят, зачем храмы строить? Надо вот построить детский дом. Или дом для престарелых. Или там, не знаю, еще что-нибудь. Ну, вроде как бы. Зачем? Это какое-то внешнее великолепие. Но мы тогда подумаем о такой вещи. Для чего вообще нужны добрые дела? Дела милосердия, в том числе заботы о нищих. Ну, для чего? Просто так человек сам по себе ни о каких нищих заботиться никогда не будет. Никогда. Человек, потому что заботится, в первую очередь, о самом себе. Ну, и о своих близких, в лучшем случае. Потому что ему с ними хорошо. А знаете, вот найти на улице какого-нибудь там несчастного бомжа, да, и начать вот там к нему как брат относиться, ну, знаете, это для людей в принципе невозможно. Не потому что вот как-то так вот ненавидимы друг друга, а вот в силу вот нашей самости, нашего самолюбия. И даже если начать заботиться о нищих, ну, если не думать о Боге, то это все превратится, опять же, в самолюбование. Какой я добрый? Хвалите меня все, смотрите, сколько я там накормил, напоил и так далее. Да, добрые дела, дела и милосердия только тогда имеют вес, по-настоящему как делаются ради спасения собственной души, ради того, чтобы мое сердце было способно с Богом соединиться. Заставляя себя делать дело любви, заботиться, скажем, в том числе о нищих, я тем самым забираю время и внимание от самого себя, от своего эго. Заставляю себя делиться, заставляю себя быть жертвенным, там, милосердным и так далее. Заставляю поначалу. Понимая то, что через это я могу наконец-то так свое сердце, свою душу вот к Богу уже направить. Только тогда. Если Бога убрать из этой схемы, то тогда вот это доброе дело, ну, превратит, еще раз скажем, вообще человеку вовред, он будет только более гордый, более тщеславный. Вот об этом Господь говорит, что, то есть, вот смотрите, выбор, когда есть, вот явное Богу угождение, да, и вот ты вот иуда думаешь, а нищих вообще на самом деле о себе думаешь. Ну, о ком надо думать? О Боге. Богу надо угождать. Тем более такая ситуация с вами вообще последние дни. Ну, хочется тебе, Иуда, о нищих заботиться, да не вопрос. Ну, вот будет тебе такая возможность. Потому что, ну, у Иуда не было, он тут повесился. Нищих всегда имейте с собой. Действительно, ради Бога можете им всегда благотворить, а меня не всегда. То есть, вот данная ситуация была исключительная, исключительная. Многие из иудеев, видим, что, узнав, что он там, пришли посмотреть и на Иисуса, и видеть Лазаря, который он воскресил. А первосвященники решение положили убить и Лазаря. Чем он-то провинился перед вами? Ну, вот потому что настолько ненавидят Христа, что прямо вот всех, кто со Христом рядом, прямо всех уничтожать. Лазаря убить, потому что ради него в Христа веруют. Безумие. Вот это вот действительно дьявольская злость уже такая появляется. После этого, видимо, на другой день Господь идет в Иерусалим. Народ встречает его, как царя. Встречает, предчувствуя, что вот, наконец-то, идет тот, кто все исправит. Но, опять же, вот как есть такое толкование, люди ждут земного царя. Господь не зря на услике молодом едет, показывая, что царь-то кроткий идет. Не какой-то завиватель, не какой-то тут вот гроза всех народов, который сейчас всех вот соберет и покажет им, что иудеи правильный народ, все остальные им подчиненные. Нет. Идет воплощение мира и смирения. Смотрите на меня и сопоставьте того, ли ожидает ваше сердце. Ну, люди ликуют осанна вышних, да, благословен грядущего имя Господне, спасение царю Израилеву. А царь кроткий грядет, сидя на молодом осле. Ну, ученики, конечно, здесь эту радость разделяют народную. Ну, хотя, опять же, здесь еще пока не могут понять, во что эта радость выльется, что через несколько дней эти люди будут кричать у дворца Пилата. Распни его, распни его. Вот как легко человек разочаровывается. Разочаровывается и разочаровывается. Вот часто ведь и в нашей жизни мы так вот, вроде бы, все, считай, человек, все, вот, вот, Господи, вот, все для тебя, я буду тебе молиться, буду посты соблюдать, еще что-то, и только вот дай мне то-то, то-то, то-то и то-то. А Господь человеку может дать только то, что ему полезно, только то, что к добру приведет. А человек вреда просит, думая, что это для него добро, Бог никак не дает. Но человек же как часто просил, просил, не получил, разочаровался. Все, и Бога нету, и все это выдумано, и вообще, что это такое, моё желание не было исполнено. А то же самое было тогда и с жителями Иерусалима, вообще с иудеями. Мы ожидали царства нового. А Господь и дает царство только неземное, небесное. То есть гораздо больше, что человек, ты можешь, наконец-то, отряхнуться от смерти, стряхнуть себя вот в эти вот бесовские оковы. Ты можешь, наконец-то, вернуться сначала в райскую жизнь, а потом вообще к обожению можешь прийти. А ты здесь вот упираешься за какую-то политическую власть, за какой-то вот хлеб с колбасой. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Иоанна, главу 12, с 1 по 18 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok